а все спасибо большое отлично денис сейчас мы это все передаю слово максу а максу я задавал вопрос по поводу легких которые могут разорваться на принципе серёжа обширно рассказал мы может и максу добавить про космос и легкие в космосе ну если мы берем значит про классический космос который на на данный момент заверяет академическая наука то нестыковка по ряду причин во-первых я кстати с максом и сирию сириям тимовским записывали ролик вестибулярный аппарат большую роль тоже играет и где нестыковка принципе этом рассказывал коротко скажу что нифига не получается в космосе если как нам заверяют ученые что можно спокойно ориентироваться без вестибулярного аппарата частности в невесомости но вот только основываясь на пропоревые рецепторы но это вкусно мышечной системе нифига это невозможно и это проверяется легко собственно да и я думаю что и любой врач скажет тот же самый хирург вот благо что ну ну так скажем открыто признавать это не будет но с точки зрения если мы просим это не в контексте космоса а вот просто вот возможно это или нет я скажу нет разумеется если задать вопрос про космос и работу вестибулярного аппарата то в общем то он скажет да и там знаете наверное так так в общем начнет увидевый тут позор а чё про про легкие сейчас тоже смотри что по поводу легких поскольку человек для существ для в общем акт дыхания он осуществляется силу ряда причин во первых то есть легкие сами по себе не является мышечным органом поэтому чтобы их чтобы в них попадал воздух придумана такая схема значит легкие находится в определенной так скажем ну что ли проще не будем медицинские термины в определенной упаковке так скажем между легкими этой упаковки есть определенная жидкость и вот чтобы легкие не травмировать это вот сделан для для этого вот эту плевру оттягивает определенные мышцы при движении межреберных мышц и так далее и вот она за собой тянет и осуществляется акт дыхания легкие за собой тянет вот если мы переходим в космос то наступает тот момент когда это притяжение за счет жидкости которые находятся между легким и плеврой в общем то не будет действовать просто легкие не будут тянуться это даже проявляется мало того что у них там они значит заявляют сколько там три раза меньше атмосферное давление на мкс три раза меньше чем на земле плюс еще вот скафандры которые там еще давление становится меньше то есть сам по себе принцип физиологический я сейчас говорю только про физиологический принцип работы легкого он как бы в общем-то выходит на предел и если мы берем человека вот прям окунаем скафандры в космос то там из у во-первых скафандр должен быть в виде какой-то формы яйца что ли типа того и причем вдоль внутри внутри стены должны быть пенистые то есть вот по сути если мы берем костяшку какой-нибудь бедренную кость и так далее вот расколоть на лобку кости там увидишь переста такая структура это как раз таки направлено то чтобы выдержала именно переплату таких давлений и что у нас получается во первых скафандр никак не устроил прям вот это понимаешь что прям сразу оторвут руки но ноги там голова отлетит и я уже не говорю что будет физиология тела то есть это никак не приспособлено я неоднократно заявлял что и в целом то наш организм не не приспособен к текущим земным условиям я уж не говорю про понятие космоса и как-то вот таких скафандрах выходить в открытый космос там вообще ни о чем это не это не будет работать кровеносная система то есть там очень очень много моментов которые почему-то я жлю в медицине принято все это тело умалчивать то есть они не стараются нагло врать они умалчивают есть какие-то моменты мы просто если мы клин физику здесь не нравится они просто в наглую врут все что касается медицины то что нам не нравится мы это умолчим и об этом стараемся не говорить а если говорим то выкручиваемся как нет однозначных допустим фактов а если нет однозначных фактов именно который можно подтвердить Понимаешь, в чем академическая наука, чем она и сложна, и в то же время и в этом плюс, и в этом минус. Если нет какого-то обоснования, мы можем придумывать на фоне этого что угодно. Какие-то теории, точнее гипотезы, их не будем подтверждать, на них будем наливливать еще. Все это будет усложняться, и в итоге получается, что обсуждаем воздух какой-то. Вот это важный момент. В смысле воздуха нет. Там, вот смотри, если мы говорим нет воздуха, вообще там ничего. Но видишь, они начали делать оговорки. Смотри, в чем оговорка. Если вначале говорили, что МКС летает в полной невесомости, то есть там нет никакого воздействия. Но меня поражают ролики нашего, я посмотрел, по-моему, как же у нас, Роскосмос. Висит дядечка вверх ногами на фоне главного докладчика, который там с микрофона держит, оповещает. Там сзади дядечка крутится. И когда он находится по отношению к докладчику вверх ногами, у этого человека, который вверх тормашками, в данный момент якобы в невесомости, у него краснеет лицо. Да, краснеет так, что он как помидор. Это говорит о том, что есть явно градиент направления силы. И явный признак притока крови в голове. Это в условиях невесомости, но никак невозможно. Вот после этого, я думаю, дай-ка я прикину, что они там делают. И вот наткнулся на то, что скафандры сделаны, скафандры там сделаны по типу погружения на невысокую глубину в воду. Вот что-то я еще поверю. Приблизительно такая же должна быть структура. Но никак не для выхода в космос. Поэтому даже я не хочу говорить, что космоса там может быть есть, нет. Но в то же время, начиная свое исследование в медицине, даже скажем больше в фармакологии, мы исходили, мы же пришли в академическую науку, а там нужно все подтверждать. И чтобы заняться, так скажем, немножко альтернативными исследованиями, но на базе академической науки, нужны четкие обоснования, которые, в общем-то, приемлемы для целом научного сообщества. И в этом возникла необходимость привязать как-то, хоть как-то. И мы нашли, как это привязать. Это учение Вернанского. Очень-очень интересное. Кстати, можно посмотреть в интернете его книжечки. Очень он там интересно пишет. И причем интересно просто. Там не каких-то сложных терминов, чтобы понять, которые, допустим, сейчас у нас по телеку употребляют английские слова, там еще плюс какие-то сложные узкоспециализированные термины. Там все очень просто написано. И причем, заметьте, ведь Циолковский, у него тоже есть определенные труды, и где он пишет. И что-то подобное есть. И вот когда, в общем-то, тренд развития полетов в космос, то, как это видел Циолковский, и то, как это сейчас нам преподносит ученые, в корне расходятся. Ну, просто кому это интересно, чтобы не засирать сейчас этим эфир, просто посмотрите и сделайте собственный вывод. Очень наглядно. То есть, во-первых, изучение биологии и в целом живых организмов пересекается с понятием у Циолковского о космосе. То есть, никто там не говорит, что там вакуум какой-то или там что-то. Именно они описывают с точки зрения концепции. Причем концепция, которая взаимосвязана с другими науками. Они как у нас, завязались на физику и все. Ну, может быть, что там география и так далее. То есть, явно где-то пошел процесс манипуляции. Причем манипуляции на всех уровнях. Элементарно просто эта вещь такая. То есть, вот они нам показывают, что там находится, как бы они говорят, что там находится вакуум. То есть, нет кислорода. И они нам параллельно показывают вот эти вот консервные банки различных форм, размеров и корпусов там. Всякие разнообразные. Но никогда я не видел ни одного идеально сферического вот этого пассажирского модуля. Да даже элементарно, если посмотреть на МКС, то вот она... Она, да, она как-то, как она говорит, как же это такое... Цилиндрическая, да? То есть, все вот эти вот у нее проходы. Вопросов нет. Но в любом случае даже цилиндрическая форма не выдержит в невесомости ни секунды. Элементарные опыты прямо на Земле это показывают. То есть, если любую другую форму, кроме шара сферы, закачать воздух, ну и как бы загерметизировать и запустить ее в вакуум, то ее тут же разорвет. Потому что в вакууме есть такой закон сохранения. То есть, он пытается распределить кислород не в одной точке, а по всей своей плоскости. То есть, везде, где есть вакуум, он будет попытаться распространить, как бы снизить нагрузку с одной точки. Именно вот содержание кислорода. Поэтому, тут как бы, во-первых, сама форма, это просто сам по себе факт невозможен. Вот именно такой формы, которую нам показывают, этих шаттлов, ракет и так далее, там, модулей этих. Это раз. А во-вторых, да, действительно, ведь в легких же тоже кислород. Ну да, и он должен превращаться в эти шарики и рвать их. Конечно, он разорвется нахрен моментально. Скафандр не поможет никак со стабилизацией давления внутренней. Это невозможно. Потому что даже элементарно, человеческое тело, оно же тоже все из кислорода состоит. Воды до кислорода. Много еще чего. Так ведь вакуум это такая умная штука, которая все равно разорвет. Даже если ты не являешься шаром, то тебя просто разорвет. Он попытается распространить весь этот кислород, то есть снизить вот эту вот нагрузку. Поэтому тут даже и без легких и так все это понятно. Элементарно думающим человек, который знает хотя бы элементарные принципы вакуума. Ну вот отличный козырь. Можно шароверов, точнее космоверов. Шароверы это отдельная тема. Есть же люди, которые делятся сейчас на столько лагерей. Одни уже не верят в полеты в космос, но верят, что Земля шар. И наоборот, допустим. Ох, Миша, салют. Тут момент, понимаешь, в чем. Это если условие, что там находится действительно вакуум. Пройдет вот только при этом условии. В настоящем космосе точно так же, как на подводной лодке себе можно чувствовать. В настоящем. Как же, как же, как же, тебе объяснить, что космоса нет. Каждый, каждый, каждый живет свою жизнь во лжи, в отмене. В праву не влево следит, королева. Да сипи, дару, вот ты, плодись и работай. Как же, как же, как же, тебе объяснить, что космоса нет. Каждый, каждый, каждый живет свою жизнь во лжи, в отмене. В праву не влево следит, королево. Да сипи, дару, вот ты, плодись и работай. Заполонила сеть информации. Где-то лет триста нашей цивилизации. Вся переписана наша история. Факты за фактами, в горе я. Южного полюса нет, это фикция. И не проверить не пустит полиция. В ком шерстяной превратилась пылинга. Нет луны, это просто картинка. И как же, как же, как же, тебе объяснить, что космоса нет. Каждый, каждый, каждый живет свою жизнь во лжи, в отмене. В праву не влево следит, королево. Да сипи, дару, вот ты, плодись и работай. Как теперь жить с этой информацией? Тихо сидеть и в окно улыбаться? А как же, Гагарин, как же, белка и стрелка? Не шарик, а что, ну, скорее тарелка. Скорей болит, ну, а может, и сота. Ну, что теперь делать? Как идти на работу? И где-то в комментах пишу я ответ. Какой в этом смысл, раз космоса нет? Как же, как же, как же, Тебе объяснить, что космоса нет. Каждый, 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 каждый живет свою жизнь во лжи, в отмене. В праву не влево следит, королево. Да сипи, дару, вот ты, плодись и работай.